МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации Толерадоя компании Гомель, у студии и працуя Натальи Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Послуги укроковой доступности. Сёння после рамонта открылось отделение Беларусьбанка по улице Пролетарской у Мазыры. Дарогами вызвалителя у сёння у Гомель завітали удельники международного автопробегу. Гостинно вітаем на Гомельщине. Разом с пограничниками и мытниками у пункте пропуску Новая Гута працуют волонтёры европейских гульняв. Тут выховываюць чемпионов. Наши корреспонденты сустреліся з золотым призёром еврогульняв Артуром Беляковым и его наставниками. А зараз об гэтым іншим больш падрабязна. И почнем с приемной новины. Гэтый день пранёс золото ускарбонку национальные команды на еврогульнях. Речицкий велосипедист Василь Кириенко став пераможцем, выигравши индивидуальную шашейную гонку с раздельным стартом. Даречи, на гульнях у Баку 2015 он таксама был першим у гэтой дисциплине. Пасля финишу Василь Кириенко отзначил, что давно не выступал на буйных турнирах, и сегодняшняя медаль стала добрым подарунком до дня народжения. 28 червяня ему спаунится 38 годов. З узнагородой спортсмена повиншавау, выконываючи обовязки старшыни, перший намесник старшыни областного выканавчого комитета Геннадь Соловей. Он отзначил, гамельчане с великой цикавостью и чаканием назирали за твоим выступлением. Ты в черговый раз, який на первых европейских гульнях оправдал наши надеи и принес ускарбонг Украины золотый медаль. Высокое спортивное майстерство, самодача и велизарная воля да помогли тебе в напруженной боротьбе вырвать перемогу моцных суперников. Несумненно, твой поспех станет годным прикладом для многих юных спортсменов республики. Верим, что и в дальнейшем ты будешь достойно представлять нашу краину и Гомельскую область на международной арене и еще не раз порадуешь нас своими высокими выниками. До новинов европейских гульнях мы еще вернемся, а зараз до инших тем. Гомельтранснафтодружба с уликами ситуации с поставками неякосной нафты из Российской Федерации удосконалить подыходы до безопасности транспортировки. Об этом поведом и уперший наместник генерального директора, главный инженер предприемства Андрея Вярыха. Анализующий красавицкий инцидент, он означал, что система информирования была отпрацована докладно, а вот система реагирования дала сбой. У вынику экономикам широкого держава нанесен колоссальный урон. Пропамповка забруженной нафты протягивалась пять дней, а вытеснять ее придется два месяца. В ближайший год нафтопровод будет працовать на паусилы. Сегодня после рамонта открылось отделение Беларусьбанка по улице Пролетарской у Мазыры. Находаем с просьбой об одновлении его работы, звернулись жихары города подчас великой размовы с президентом. Одным из первых у банк завитали корреспонденты телеканала Мазыр. Беларусьбанк – один из банков, які мая свое отделение на улице Пролетарской. Полгода тому и оно закрылось на рамонт. Будинок продали мазырскому предпромальнику, и місцовые жихары переживали, что в банках у них больше не будет. Соправды, уластник змянился, але отделение 317-59 заховалося. И оно размещается в этом же будинку, только у вход зыншого боку. Рамонтные работы плановали скончить до 1 липня, справились загадя. 25 червня стал первым працонным днем. Сегодня, конечно, приятно такое событие. Мы находимся в очень таком современном красивом помещении, где предусмотрены все услуги для населения. Клиентская зала у 78 квадратных метров. Два универсальные рабочие места и одно бизнес-место. Есть инфокийоск. Обмен валют, кредиты, платежи. Тут доступны увесь перолик банковских послуг. Жахары Пролетарской и ближайших улиц отшули тое, что слоган банка, який за усёды побачь – это не пустые слова. Виктория Синицкая, Светлана Груцко, Вячеслав Праписнов. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». От Москвы до Брестской крепости. Сегодня у «Гомель» завитали удельники международного автопробега, просвеченного 75-й годовине вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников и перемоги советского народа в Великой Айчинной войне. Организаторами выступили доброхватные товарыства, саденничания армии, авиации и флоту двух краин – Республики Беларусь и Российской Федерации. Маршрут автопробегу пролягая про сгороды героев и городы военной славы. Беларуская частка стартовала на передо дни у Камарыне. У программе акции памяти, встречи с ветеранами Великой Айчинной войны и локальных конфликтов – молодзю юноармейцами. У «Гомель» удельники автопробегу склали вянки и кветки до братской могилы советских воинов и подпольщиков. Ушановали память загинавших хвилиной маучанья. Главная миссия участников автопробега – это напомнить, прежде всего, молодежи, подрастающему поколению, что мы вместе победили в такой войне, что у нас общая история, что у нас общие сегодняшние интересы. Ну и, соответственно, значит, у нас общее будущее. Укрепление дружбы между народами России и Белоруссии и увековечение памяти защитников Отечества. Далейший маршрут автопробегу пролягает Прозрогачев и Жлобин. После колонна накируется в Магиревскую область. Разом с пограничниками и мытниками постоянное дежурство в пункте пропуску Новая Гута в этой дне несут волонтеры других европейских гульняв. Яны рассказывают с тем, кто приезжает в Беларусь про гульни и запрашают стать их глядачами. На границе сёння повывал Олег Синцерову. Германия, Украина, Словакия, Египет, Молдова. Только при распорядении других европейских гульнив в белорусском межоу в пункте пропуску Новая Гута пересекли сотни замежных туристов. Часказы заявляются гостями, те непосредными уденниками спортивного форума для пересечения ими границы вставили максимально комфортные умовы. Для всех лиц, следующих на вторые европейские игры, будь то спортсмены, участники, болельщики, выделен отдельный канал, на котором исчисляется приоритетный пароничный и таможенный контроль. То есть лицо, предъявившее либо билет, либо аккредитацию на вторые европейские игры, оформляется в приоритетном порядке. Особливая увага провозу товаров, призначенных для организации проведения гульнив, их мытное декларование спростили до минимума. При наявности письмового подтверждения от дирекции гульнив, пытания при перемещении тех же спортивных луков, чьи сброи для стендовой страдьбы, не возникали ни разу. Тем больше, что на передании гульнивской мытники разместили еще необходную информацию на своей интернет-сторонце. С 7 июня по 7 июля все желающие в любое время могут получить информацию о порядке перемещения транспортных средств и товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по телефонам, указанным на странице гомельской таможни единого интернет-портала. Волонтеры других европейских гульнив на пункт пропуска приезжают разом с пограничниками. Их задача – рассказать гостям нашей краины о спортивном свете и запросить принять уиму дел. Кажут, что за день они раздают по некольки десятков брошюр за раскладом с поборницей, адресами их проведения и парадами для наведывания спортивных объектов. Працовная смена волонтера протягивается 12 июня, и в виде этой части необходимо быть векливым и в добром настрое. Еще одна войсковая умова для волонтера – ведение хотя бы одной замежной мовы. Студентки Прасковы Примаченко и Ангелина Сметана працуются разом. Одна добро ведая немецкую мову, другая – английскую. Кажут, что уже не какие-то разу приходилось выкористовывать веды на практице. Перед теми, кстати, волонтерами девчонки спочатку приняли удел у кастингу, потом прошли специальные навычальные тренинги. Люди с улыбкой отвечают, да, что они знают. Если некоторые люди не знают о том, что проводятся европейские игры сейчас на территории Республики Беларусь, мы как бы их рассказываем о играх, какие виды спорта проходят. Даем буклеты вот эти, красивые буклеты. А про раздачу буклетов волонтеры поспевают еще. Обмерковать с туристами вынки с поборництв и медальные залейки. Сегодня я наверно сюда до дома не идю в 23 годины. Завтра, когда в 8.00 вечера, приеду сюда снова, а по часу отпорченку буду глядеть опошенные новины с других европейских гуньев. Олег Сентеров, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель» с пункта пропуску «Новая Гута». Пау сотни персональных болельщиков поддерживают гомельскую дзюдоистку Викторию Новикову. Наученцы и супрацовники с Дюшар, профсоюзная организация «Гомсельмаша» отправились в Минск на другие европейские гульни. Делегация с Гомеля наведает командные с поборництвы по дзюдо. В выхованках этой спортивной школы Виктория Новикова будет смагаться за медалью в составе национальной сборной. Для поддержки своей землячки юные болельщики назапасились баннерами и кричалками. Я очень волнуюсь, да. И, конечно, хочется посмотреть на всех дзюдоистов. Это, честно, моя мечта. Всегда хотелось бы попасть на такие соревнования. И я думаю, у нас все получится, и мы справимся, и мы выиграем. Мы выбрали именно командное первенство. Оно более интереснее, и мы уже поболеем не только за нашу Вику, но и за всю белорусскую команду. Хотелось бы, чтобы они завоевали медаль. Для детей это очень интересно. Даже не только для детей, но и для взрослых. Я сама недавно была на открытии, смотрела велосипедные гонки, женские, мужские, и действительно прочувствовала, что такое этот форум. Для этого, чтобы почувствовать всю эту атмосферу, надо на самом деле побывать в Минске, окунуться в этот праздник и почувствовать. Сегодня золотый призер Евро Гульня у спортивный акробат Артур Беляков вернулся в Гомель. На рахунку спортсмена три медали. Утым лику высшейшей пробы. Он завоевал их у пары с брестчанкой Вольгой Мельник. С чемпионом Евро Гульня усустрелася Вероника Гамзюкова. Под дахом Минской арены белорусская пара спочатку выиграла золото в динамичных практикованиях и бронзу в балансовых. А затем Артур Беляков и Вольга Мельник еще раз стали бронзовыми призерами у многоборья комбинованных практикований. Сегодня гомельский спортсмен вернулся додому. После короткого отпочинка он снова приступит до тренировок. Мы ожидали медали, но как это все будет, как все это пройдет, понятия не имели. Это такая арена, столько зрителей, это тоже ответственность, тоже волнение. Атмосфера праздничная. Не хотелось уезжать. Из дюшар номер 4 Артур пришел у 7 годов. За маль два десяти годзе у спорта досягнул значных выникал. Ни одной, чай оказывался на пьедесталах чемпионатов и этапах Кубка Свету. У нас всегда спортсмены в школе были конкурентоспособными, но Артур еще раз доказал, что наша школа может добиваться высоких спортивных достижений, и мы будем стремиться дальше. Тренер Артура Белякова Татьяна Аучинникова. Отзначая ее, Николе не сидел без права на тренировках. Когда план занятков изменяется, спортсмены делают тренажерную залу. Над подрыхтовкой акробатичной парой працует профессийная бригада, два хореографы и два тренеры. С Артуром працуют у Гомеля, с Вольгой, у Брестя. Периодичные спортсмены приезжают тренироваться на пляцовке один до одного. Сустракаются и на сборах. До медалей европеады рыхтовались долго и у парта. Мы заметили в нем такого перспективного спортсмена. Мы, конечно, планировали медаль. Планировали и долго к ней готовились, и ждали ее. Она была, скажем, золото долгожданная у нас. Но это свершилось. Мы ждали, мы были уверены, что у нас все получится. Тут у залах с Дюшар номер 4 подрастает и молодшее поколение. Например, юниорская пара по спортивной акробатце Виктория Охотникова и Илья Фоменков. У спортсменов заплятшима бронза юнацких олимпийских гульняв. Кажуть, вельми переживали за Артура и Марать, домахчився таких же значных выников. Когда мы тренируемся с ним, идет мотивация, чтобы стать таким же перспективным, как он. Когда он занял первое место, я очень обрадовалась, потому что это высокий старт. Артур очень отзывчивый. Он подсказывает нам, как старший. Говорит, где у тебя ошибка, где-то подправляет, где-то советует. Болел, смотрел по телевизору, переживал. Очень неожиданно было, когда взывали первое место. Ну, конечно, все очень рады. Ближайшее с поборницей для Артура и Вольхи – чемпионат Европы у Израиля. И он пройдет уверенность. У планах и спортсменов, и у тренерского штаба завоевать на европейском большинстве золото. Вероника Гамзюкова, Валерий Гопанько, Игорь Марышченко. Телерадио-компания «Гомель». Лето повинно быть беспечным. А малькожный день Гомельскую областную держу аутоинспекцию наведывают дети. Тут у дельников оздоровленших лагеров сустрыкают инспекторы и проводят экскурсии. Хлопчиков и девочек приводят в мини-музей ДАИ на экзаменационный аутодром и знакомят с историей створения скульптурных композиций – светлофорного древа и первого автомобиля милиции. Маленьким гостям демонструют пляц с ретро и с участной техникой ДАИ. Например, уникальным патрульным аутобусом. Такие экскурсии проводят некольки разов на день, а по выходных инспекторы на аутобусе отправляются в загородные лагеры разом с супрационниками инших службов, как провести для детей конкурсы и викторыны наведания правилов дорожного руху. Усёх это частка мероприемства великой профилактичной акции «Беспечное лето». С учётом большого количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, конечно же, госавтоинспекция работает в данном направлении в усиленном режиме. Ежедневно работаем с детьми, не только на территории госавтоинспекции, а и в детских оздоровительных лагерях, в том числе и в пришкольных лагерях. Конечно же, где-то пытаемся до детишек довести основные азы соблюдения правил дорожного движения. До речи, завтра же хари региона смогут задать питанье по теме дорожной безопасности керавнику Держа автоинспекции. Начальник областного управления ДАИ Андрей Гаркуша 26 червяня проведе правую линию. Звертаться треба с 12 до 13 годин по номеру телефона у Гомелі 68 31 53. Выстава фотосдымков с музея обороны и блокады Ленинграда открылась у российским центры науки и культуры у Гомелі. Экспозиция под назвой «И музы» выстояли, гэта фотографии людей, які опера жили блокаду. Здымки присвечены работе творчей интеллигенции, артистов, музыкантов, литераторов в умовах осаджена Галининграда. Наведвальники убачить, як гораджане заховывали помники и давали життё новым творам мастацтва, як у той тяжкий час працевали театр, кино, друг и музеи. Выставка повествует о том, что культурная жизнь в северной столице не прекращалась, даже в ней блокады Ленинграда. Были выступления театров, были спектакли, были выступления актёров, творили известные литераторы, творили известные художники. Об этом повествует эта выставка, состоящая из 11 экспонатов, которая продлится у нас до 5 июля. Почас открытия выставы студенты ГДУ имя Франциска Скарыны показали театрализованную постановку, присвеченную успоминам военных часов. Сюжеты литературно-музичной композиции засновали на реальных падях и крональных листах с фронту. Экспозиция протягнет подороже по краине, далее её убачат Джихары Минска и Бреста. Гэтая и иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто». В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Следователи Гомельской области раскрыли нелегальную схему заработка на закупке промышленного металлолома. Заготовители продуктов и сырья Светлогорского райпо, чтобы повысить свои премиальные, придумала незаконный способ увеличить показатели по закупке металлолома у граждан. Обвиняемая знала, что по закону ей запрещено приобретать у населения промышленный металлолом. Несмотря на это, работница райпо организовала его закупку и последующую сдачу на переработку под видом стального бытового лома. На основании собранных по делу доказательств действия заготовителя продуктов и сырья Светлогорского райпо квалифицированы следствием как дача взятки повторный служебный подлог. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. В один день удар током унес жизни двух человек в Гомельской области. На сельхозпредприятии в Октябрьском районе погиб электромонтер. В ходе проверки следователями райотдела СК стало известно, что мужчина помогал сварщику чинить оборудование. В работе использовался удлинитель кустарного изготовления. В этот же день в деревне Коротковича Жлобинского района удар электротоком поразил мужчину 1983 года рождения. Все произошло во время установки и наполнения плавательного бассейна. В момент отключения насоса от сети мужчина коснулся электрических разъемов и погиб. По двум случаям проверку проводят следователи. Гомельские пограничники задержали гражданина Украины, который без документов намеревался пересечь государственный рубеж. Со слов мужчины, ему 67. Он житель Донецкой области, из 2009 года у него отсутствуют документы. В его отношении начат административный процесс по статье о незаконном пересечении границы. Личность устанавливается, ведется дальнейшее разбирательство. Законное наказание уже постигло гомельского муталихача на байке без номеров. Вместо того, чтобы остановиться по требованию ГАИ, он ускорился и скрылся. Инспекторам понадобилось меньше суток, чтобы разыскать нарушителя. Им оказался 24-летний гомельчанин с двумя судимостями за плечами. В 2013 году он попался на хранение в автомобиле психотропов. Спустя 4 года он опять оказался на скаме подсудимых за нарушение требований ПДД, приведших к дорожно-транспортному происшествию. В списке административных правонарушений байкера до задержания было 67 пунктов. К ним добавились еще шесть, в том числе езда без права управления. В Реческом районе в ДТП погиб пешеход. Происшествие произошло в начале второго ночи. Водитель автомобиля «Скания» не заметил женщину, которая шла в попутном направлении по центру крайней правой полосы. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка по данному факту. Но вместе с тем хотелось бы отметить, что если бы, возможно, был звонок от проезжающих других водителей, возможно, бы госинспекция выехала бы и изъяла этого пешехода с проезжей части, и дорожно-транспортное происшествие не случилось бы. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. По итогам четвертого дня вторых европейских игр Беларусь на второй строчке медального зачета. На утро вторника в копилке нашей страны 38 медалей. 11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых. Сегодня развернулась борьба за награды и на воде. Свои выступления начали гомельские грибцы на байдарках и каное. В составе команды «Канаистка» Елена Ноздрева и грибцы-байдарочники Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Станислав Дайнека, Владислав Литвинов и Роман Петрушенко. Команда ГГУ имени Франциска Скорина стала серебряным призером спортакиады Союзного государства. В соревнованиях, которые проходили в Бресте, приняло участие около 230 человек. Беларусь представили команды 10 ведущих белорусских университетов. От России приехало около 100 участников студенческих спортивных клубов в 13 вузов. Соревнования проходили по трем видам спорта – плаванию, мини-футболу и баскетболу. По результатам турнира сборная ГГУ имени Франциска Скорина стала серебряным призером, уступив лишь команде БГУ ФК. И еще один успех на счету Гомельского университета. Команда ГГУ завоевала серебро Республиканской универсиады по академической гребле. В соревнованиях участвовали около 100 гребцов в составе 11 команд – представители 6 регионов нашей страны и города Минска. По итогам двухдневных соревнований команда ГГУ набрала 77 очков и стала серебряным призером турнира, уступив лишь сборной Белорусского государственного университета физической культуры. Третье место у БНТУ в классе женских двоек распашных победу одержали Татьяна Филиппова и Анна Храпкина. Бронзу на дистанции 2000 метров выиграли Мария Колесникова и Татьяна Гончарова. Среди мужчин в классе двоек распашных победили Антон Богинский и Евгений Моисеев. Член национальной сборной Республики Беларусь, магистрант факультета физической культуры нашего университета Татьяна Климович завоевала золото в самом престижном классе лодок – одиночке. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.